Volkswagen Golf для многих автолюбителей был первой иномаркой И действительно 8-10 лет назад равных нашему герою по удобству, престижу и надежности было немного Сейчас, когда рынок изобилует новыми моделями от разных производителей, выбор, конечно, стал больше Однако же многие продолжают предпочитать европейскую классику, тем более, что в подержанном варианте она стоит не так уж дорого Сегодня наш герой – Volkswagen Golf 6-го поколения Это машина 2009 года с двигателем 1.6, пробегом 52 тысячи километров, а коробка у нее механическая В нашем поколении Golf-вариант, то есть кузов-универсал, появился в 2009 году, сразу после выхода в свет хэтчбека Чуть позже вышел обновленный Golf Plus Поначалу про эту модель говорили, что в силу единой платформы с Golf 5, 6-й Golf – это, скорее, глубокий рестайл пятого Но дизайн кузова значительно преобразился В целом, можно сказать, что 6-й Golf сделан по-новому и не является рестайлингом пятой серии Для выхода на европейский рынок Volkswagen предлагал Golf 6-го поколения с четырьмя бензиновыми и двумя дизельными моторами С диапазоном мощности от 80 до 160 лошадиных сил Но не все они поставлялись в Россию У нас были доступны комплектации 1.6 Trendline с механической коробкой передач 1.6 Trendline с роботом DSG 1.4 Trendline TSI на механике 1.4 Trendline TSI DSG 1.4 Highline TSI Версии GTI были двухлитровыми на механике из DSG Серьезного рестайлинга за время жизни модели не производилось У Golf прекрасный уровень комфорта и очень хорошие ходовые характеристики Однако же он все-таки иногда доставляет хлопоты своим владельцам Golf наделен большой линейкой силовых агрегатов Это бензиновые двигатели с турбонаддувом и без него, а также турбодизели На двигателях 1.2 и 1.4 TSI возникали проблемы с турбонагнетателями А происходило это на небольшом пробеге от 20 до 40 тысяч километров На двигателях 1.4 турбина могла неожиданно отключаться А затем и вовсе переставала функционировать Производитель в таком случае рекомендовал менять турбонагнетатель на модифицированный После чего проблема практически никогда не повторялась Что касается 1.2, то поначалу производитель тоже рекомендовал замену турбонагнетателя Но потом оказалось, что достаточно заменить электромагнитный исполнительный механизм Volkswagen выпустил рекомендацию, согласно которой достаточно была установка дополнительной шайбы в исполнительный механизм И перепрошивка электронного блока управления двигателем Также иногда владельцы Volkswagen Golf с двигателем 1.4 TSI иногда сталкивались с каким-то треском из-под капота при запуске двигателя Причина в фазорегуляторе, который дилеры ремонтировали по гарантии Что же касается расхода масла, то нужно знать, что для двигателей TSI совершенно нормален дополнительный расход до 500 грамм от ТО до ТО Атмосферный двигатель 1.6 чувствителен к качеству топлива При плохом питании двигатель начинает работать нестабильно после запуска или не запускается с первого раза При ярко выраженных симптомах дело доходит до замены топливных форсунок Стоимость каждой у дилеров около 7 тысяч рублей Более дешевая операция чистка форсунок этот двигатель не излечивает Многие владельцы отмечают, что в режиме холостого хода двигатель работает достаточно громко Постукивание и несильный треск в правой части салона сразу после запуска двигателя Также детская болезнь Golf Связано это с неудачным расположением там топливных трубок Для устранения этой проблемы под днищем прокладывают уплотнитель вдоль топливных трубок И затем стягивают топливные трубки в пучок околомоторного отсека У Golf есть вопросы и к трансмиссии Как механической, как у этого автомобиля, так и автоматической, роботизированной DSG-7 У механики это шум, похожий на треск или тарахтение Который отчетливо слышен на прогретой машине, а раздается он откуда-то слева Проявляется он ближе к 50 тысячам При этом отдают небольшие вибрации в педаль сцепления И при нажатии педали сцепления этот шум пропадает Причины звука – либо выживной подшипник, либо подшипник первичного вала или сцепления Достоверно известно, что замена сцепления помогает, но ненадолго, на 10-20 тысяч километров пробега А обойдется она вам около 15 тысяч рублей Даже установленная совершенно новая коробка со временем начинает шуметь Радует одно – нарушитель спокойствия никаким образом себя не проявляет в плане поломок То есть если шум вас не очень раздражает, вы можете продолжать ездить так Шум не прогрессирует, он просто останется на том же уровне Роботизированная DSG-7 может начать дергаться после длительного стояния в пробках или пробуксовке Помогает замена сцепления Штука эта не дешевая, стоит порядка 48 тысяч рублей плюс 10 тысяч за работу Покупать подержанный гольф с коробкой DSG – дело рискованное А семиступенчатая DSG считается наименее надежной из фольксвагеновских роботов Лучше покупать машину, у которой уже проводился ремонт роботизированной коробки Если, конечно, у автомобиля пробег не пару тысяч километров За год-два эксплуатации гольфа появляются потертости лакокрасочного покрытия Внизу передних дверей возле переднего крыла Повреждают покрытие вставка, предотвращающая скопление снега Между нижним уголком передних дверей и крылом Также потертости возникают в районе изгиба задней стойки проема задних дверей Из-за контакта с уплотнителем В качестве профилактики можно наклеить на проблемные места пленку Салон гольфа радует благородным аскетизмом, но расстраивает появлением сверчков Чаще всего они появляются из обшивок дверей и из верхнего плафона Зимой владельцы гольфов с моторами 1.2 и 1.4 TSI Жалуются на медленный прогрев двигателя, ну и, соответственно, салона В последний год выпуска на гольфы с мотором 1.2 устанавливался киловаттный электротен Который кардинально изменил ситуацию в лучшую сторону Новые стандарты комфорта и управляемости стали доступны благодаря задней многорычажной подвеске Спереди стоит традиционный Макферсон Надо сказать, что в целом подвеска достаточно вынослива для немецких машин Стойки переднего стабилизатора придется менять раз в 60-90 тысяч В зависимости от манеры езды собственника обойдется это порядка 4 тысяч рублей Подшипники ступицы обойдутся где-то 7200 за сторону с работы Рулевые наконечники это где-то 4800 за один наконечник с работы А ходят они порядка 100 тысяч километров Сайлент-блоки передних рычагов, а также шаровые опоры проходят долго не менее 150 тысяч Передние амортизаторы выдерживают порядка 100 тысяч километров пробега Стоят они порядка 12 тысяч рублей за пару А вот задние амортизаторы ходят более 120 и стоят 8400 Передние колодки ходят 30-40 тысяч километров Стоят они порядка 2500 рублей Задние ходят 50-60 тысяч, а стоят где-то столько же Тормозные диски выдерживают 2-3 комплекта колодок Стоят они где-то 5000 рублей за пару передних и 3000 рублей за задние Мастера в сервисах рекомендуют иногда пользоваться стояночным тормозом Потому что долгое его бездействие приводит к его закисанию Рулевое управление здесь оснащено электроусилителем Кстати, производитель предполагает, что возможно электроусилитель перепрограммировать И тогда у вас изменится усилие на руле Краш-тест шестого «Гольф» проводился в 2008 году по методике Евро-НСЕП Салон автомобиля во время удара не трансформировался А передняя левая стойка сместилась назад всего на 10 миллиметров Уровень защиты переднего пассажира был оценен как хороший для всех частей тела Колени и бедра водителя были хорошо защищены подушкой безопасности для коленей «Гольф-6» продемонстрировал, что подушки гарантируют такой же уровень безопасности любым пассажирам Независимо от их роста, комплекции и положения, в котором они сидят во время столкновения При боковом краш-тесте «Шестой Гольф» был оштрафован на один балл За недостаточную защиту грудной клетки водителей и пассажиров Кстати, после этого для автомобилей всего концерна «Фольксваген» были переработаны боковые подушки безопасности И после этого именно эти модернизированные подушки ставились на все автомобили «Фольксваген» Исходя из датчиков на манекенах при ударе, «Гольф» получил максимальное количество баллов за защиту детей На переднем сидении подушка может отключаться, поэтому туда может быть установлено детское кресло в положении спиной движения Итоговые оценки – 5 звезд за защиту взрослых и детей и 3 звезды за защиту пешеходов по шкале Евро-НСЕП Что касается угоняемости, то наша машина уезжает от своих хозяев нечасто Страховка «Каска» здесь рассчитывается по довольно щадящим тарифам Но спутниковая сигнализация этой машине и вовсе не нужна К сожалению, как и у многих авто с недешевыми запчастями, часто воруют кузовные элементы Поэтому просто оставлять машину без охраны под окном, наверное, все-таки не стоит Например, если вы вышли с утра и обнаружили, что у вашего автомобиля недостает зеркального элемента А еще и, например, кожух зеркала пострадал, то обойдется вам это где-то в 5 тысяч рублей за само зеркало Ну и как минимум тысяча покраска С ценами на наш автомобиль сложилась интересная ситуация Они стартуют от 450 тысяч рублей и аж до 900 Причем годы двигателей и коробки передач в этом промежутке цен расположились в перемешку Первый десяток самых дешевых машин в объявлениях о продаже поддержанных гольфов шестого поколения Сразу стоит отсечь И это касается любой распространенной марки авто Не стоит надеяться на счастливый случай С высокой долей вероятности вначале расположились машины сомнительного качества Дело в том, что популярность каждого конкретного такого автомобиля Очень сильно зависит от его кузова и коробки передач Например, наша машина это самый неходовой товар Трехдверный кузов намного менее популярен, чем пятидверный А еще и в тандеме с механической коробкой Такая машина в основном интересует только молодых людей Не каждая из которых обладает бюджетом в 500-600 тысяч рублей Если вам нужна машина с автоматом, то достойный вариант можно подобрать с бюджетом в 550-600 тысяч рублей Механика в среднем стоит на 50 тысяч рублей дешевле ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА